Слава Господу! Дорогие друзья, рад всех приветствовать на нашем очередном онлайн-богослужении, которое мы до сих пор проводим в такой ситуации самоизоляции. Но я верю, что даже находясь друг от друга на расстоянии физически, мы можем быть вместе духовно, и мы можем благословлять друг друга духовно и чувствовать некое единение духовное. Вы знаете, мы на прошлой неделе с одним моим другом общались, который живет не только в другой стране, а даже на другом континенте, и мы разговаривали о том, когда будет возможность наконец снова летать, встречаться, общаться. И сегодня для многих людей, особенно тех, кто любит путешествовать, которые привыкли путешествовать, летать по разным странам, по разным континентам. Сегодня вот такое время, когда мы вынуждены быть в одном месте, и часто даже ограничения есть во многих городах. По передвижению, там какое-то лишь расстояние, можно там уходить от своего дома, и ты ощущаешь себя привязанным к какому-то определенному месту. И внутри вопрос, как же так? Почему мы не можем двигаться? Почему мы не можем путешествовать? Что же нас так тревожит? А дело все в том, что Священное Писание называет нас странниками и пришельцами. И я хотел бы сегодня поговорить вот на эту тему, на тему, что такое путешествие, какому путешествию, какому странствованию нас призывает Господь. Не так давно моя супруга Диана говорила проповедь на эту тему, называется «Прокладывая новые пути». Вот как раз ссылка на ее проповедь. И я вам просто рекомендую. Она там тоже рассматривает тему странствования, путешествия христианина. И там очень интересные, она грани разбирает, очень интересные примеры приводит. Я с удовольствием несколько раз эту проповедь посмотрел, и вам точно так же советую, посмотрите эту проповедь. А я хотел бы ту же самую тему посмотреть несколько с другого ракурса. И давайте вначале откроем первую книгу царств, 29 главу. Это последняя глава первой книги царств. И здесь как раз рассказывается о том, как царь Давид приготовил специально разные материалы, золото, серебро, деревья для того, чтобы его сын Соломон построил храм. Мы как-то в одной из последних проповедей говорили о том, что тот, кто воюет, тот часто не строит. И когда мы ограничиваем свою жизнь вот такой борьбой, даже порой за правое дело, то мы не можем построить то, что, может быть, Бог нас призывает к чему. Так вот, Давид много пролил крови, и в итоге он не мог построить дома Богу, храма, но он со своей стороны хотел сделать максимально, чтобы его сыну Соломону было это совершить намного проще. И он стал собирать разные строительные материалы. И вот посмотрите, вот в этой главе как раз рассказывается о жертвенности Давида, о подготовке разных строительных материалов для храма. И вдруг вот в этой главе мы натыкаемся на 15 стих, где Давид, обращаясь к Господу, говорит такие слова. «Потому что странники мы пред тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Я вам напоминаю, что до того, как в Израиле появился храм, у них была скиния. Во многом храмы скиния были похожи, тоже был внешний двор, тоже было святилище, было святое святых. Точно так же был ковчег, золотой ковчег завета там во святом святых. Но было важное отличие. Все-таки скиния – это было такое передвижное святилище. Это была палатка, которую разбирали, а потом снова собирали и отправлялись в путь. Храм – это то, что находилось всегда на одном и том же месте. То есть это был дом, который не путешествовал, а находился в одном и том же месте, на храмовой горе. Но тем не менее, когда Давид молится, он говорит, «Потому что странники мы, пред тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Сегодня мы во многом живем не в системе скини, мы живем в системе храма. У нас есть свои родные города, у нас есть свои дома, у нас есть свои квартиры. И, конечно, сегодня немало людей путешествует, но все-таки большая часть людей живут на одном и том же месте, у многих одно и то же жилье всю их жизнь. Но при этом, видите, даже занимаясь подготовкой строительства храма, Давид отлично понимал, что даже имея постоянный вот этот каменный дом, где будет совершаться священнослужение, жертвы будут приноситься, должно у человека, у верующего, оставаться вот это внутреннее состояние странника, некое состояние вот этого пришельца, который, как он здесь говорит, нет ничего прочного, который вроде бы находится здесь, но одновременно является странником. Я помню, как в свое время еще в Советском Союзе люди, которые выезжали за границу, эти люди были особенными, они рассказывали, как они побывали за границей, потому что большинство людей из моего окружения, когда мы жили в советское время, они никогда не были за пределами Советского Союза. И те, кто побывали, они рассказывали, как они путешествовали по Болгарии или по Чехии, или еще где-то, и рассказывали, что же они там видели в этих странах заморских. Сегодня многое изменилось. Сегодня в нашей стране любой желающий может путешествовать. Не нужно, как раньше в Советском Союзе, просить разрешение на выезд. Сегодня только просят визу, а раньше нужно было еще разрешение на выезд из Советского Союза. Сегодня мы можем путешествовать. И сегодня огромное количество людей были в разных странах, в Турции, в Греции, в Египте, в Тунисе. В основном, конечно, такие курортные страны, азиатские страны. И вот когда смотришь, кажется, сегодня путешествие не какая-то экзотика, сегодня это вроде бы привычное дело для многих людей, но тем не менее все-таки странник и турист отличаются. И путешествие странника очень сильно отличается от путешествия туриста. Так вот, Слово Божье называет нас не туристами, которые просто путешествуют, а именно странниками и пришельцами. И я хотел бы сегодня поговорить с вами о том, чем же странник отличается от туриста. И я покажу три основных, по моему мнению, отличия. Вот это как бы пропасть, которая лежит между странником и туристом. И как важно нам с вами все-таки не в туристах превращаться, в духовной жизни я имею в виду, а все-таки оставаться странниками. И самое первое отличие туриста от странника. Турист использует стандартные программы, а странник составляет свой маршрут. То есть турист, когда собирается путешествовать, он куда-то едет в турагентство, куда-то в фирму, и там ему предлагают какие-то программы на неделю, на две недели, бывает на три недели, там разные условия, разные варианты заселения. И вот он уже из этих стандартных программах выбирает то, что ему подходит по времени, по цене. Странник отличается. Отличается тем, что он часто идет туда, где сам ему приходится придумывать маршрут, самому приходится следовать этому маршруту. И вообще вот отличие странника от туриста. Турист – это слово латинского происхождения, это слово тур, бык, которого ведут в упряжку, или, говоря библейским языком, рожном его колят, специально направляя по какому-то определенному маршруту быка. Так вот точно так же и турист. Турист, он покупает не просто куда-то путешествие, он покупает строгий маршрут, он знает, когда он вылетает, он знает, когда он возвращается назад. У странников нет. У них часто они едут, и они сами не знают, сколько они там пробудут. Может, неделю, а может и месяц. А иногда бывает то полгода. Когда вернутся? Ну, когда вернутся тогда, вернутся обратных билетов, как правило, у странников нет. Они не знают. И я хотел бы открыть книгу Иисуса Навина, третью главу. Ну, и здесь рассказывается, как народ Божий, народ израильский под предводительством Иисуса Навина подошли к границе обетованной земли. Той земли, которую для них уже давным-давно приготовил Господь. И вот третья голова книги Иисуса Навина, первый стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня надзиратели пошли по стану и дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ними. Впрочем, расстояние между вами ими должно быть до двух тысяч локтей мерою». То есть, видите, там тоже была социальная дистанция. «Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». И мы видим, что народ израильский, он тоже был в роли странника, странника по пустыне, который шел в обетованную землю. И Бог говорит им, чтобы они были готовы и следовали за ковчегом, потому что они пойдут путем, которым до этого, обратите внимание, не ходили, да, этим путем ни вчера, ни третьего дня. Конечно же, намного проще, когда мы говорим вообще о нашей жизни, а вообще вот я вот думал, почему образ странника является таким, ну, привлекательным, что ли, для нас, да, о, путника, странника, да потому что в этом образе отражается вообще суть нашей человеческой жизни. Мы сюда пришли, и мы отсюда однажды уйдем. Так вот, драгоценное, как же нам следовать по этой земле? Многие выбирают какие-то уже маршруты, которыми и они, и многие другие люди ходили, и вчера, и третьего дня, да. Туристы, они любят такие обычно вот, ну, места, знаковые места, которые обычно смотрят все приезжающие в данное место, в данный город, в данную страну. То есть, если они поедут куда-то, ну, в Париж, например, то это там Эйфелева башня, Лувр, там, Марсово поле, то есть вот такие знаковые места. Вряд ли они там где-то будут блуждать по каким-то улочкам, каких-то дальних окраинных кварталов, там, нет, они будут ходить по знаковым местам. Точно так же и мы часто, вот намного привычнее свою жизнь строить по каким-то уже проверенным шаблонам. И в том числе в нашей христианской жизни мы порой думаем, что нам нужно просто взять шаблоны и по этим шаблонам, по этим уже схемам, которые уже пройдены до нас много-много раз, и нам точно так же нужно идти. Я вам хочу сказать, что как мы уникальны, как мы индивидуальны, так порой индивидуально Божье призвание для каждого из нас. Иногда церковь пытается как бы всех подвести под общий знаменатель, как бы всех сделать людей одинаковыми. Но не случайно апостол Павел сравнивает тело, церковь с телом, да? И мы знаем, что в теле есть разные органы, которые, с одной стороны, все связаны друг с другом, да? С уставами, кровеносной системой, нервной системой. Но с другой стороны, каждый орган не похож, да? Руки не похожи на ноги, да? Уши не похожи на нос. Но из-за этой непохожести не означает, что это как бы что-то более важное, а что-то менее важное. Все важно. Так вот драгоценное точно так же. Апостол Павел говорит, что не нужно пытаться всем быть одинаковыми. И когда мы порой пытаемся, вот есть какие-то стандарты, вот как жила церковь там, или как жили какие-то герои христианской истории в прошлых веках, и пытаться их копировать. И мы порой, копируя, теряем то, что Бог приготовил для нас. Безусловно, в начале христианского пути, как всякие дети, мы подражаем своим родителям. Я смотрю на своего семилетнего сына, который пытается там вести себя, как я, говорить, как я, даже какие-то интонации мои копируют. Но я знаю, что наступит момент, когда все больше и больше он будет уже похож не на меня, да, а на ту индивидуальность, на тот образ, на то призвание, которое есть у Бога лично для него. И если он там и в 30, и в 40 лет будет просто слепо копировать своего папу, ну, что хорошее будет. Точно так же и мы, когда мы приходим в церковь, мы знакомимся, и для нас многие-многие люди являются просто ходячими учебниками. Но вы знаете, наступает момент, когда мы должны искать уже больше Божьего, Божьего призвания, Божьих путей для нашей жизни. Слава Богу за тех людей, которые ходили этим путем. Но я не хочу ходить этим путем, я хочу ходить тем путем, который Бог приготовил для меня. Да, это рискованно. Да, возможно, намного проще делать то, что уже было сделано до тебя. Но ведь не случайно именно путешественники такой огромный вклад совершили в историю человеческой цивилизации. Были открыты новые континенты, материки были открыты, реки, исследованы неизведанные земли. А туристы, хотя туристов намного больше, чем путешественников, чем странников, чем мореплавателей. Но туристы, они ездят по известным маршрутам, и как бы особый вклад в открытие для человечества они не совершили. В этом разница. Бог призывает нас именно следовать, искать Его лица, искать Его воли, и ходить так, как ты не ходил ни вчера, ни третьего дня. Без этого невозможно развитие. В моей жизни долгое время были определенные стереотипы, которые мешали мне развиваться, например, в отношении молитвы. Вот в начале 90-х научили меня определенным видом молитвы, родом молитвы. Я вот так жил, я так молился. И постепенно я вдруг обратил внимание, что моя молитвенная жизнь стала очень сухой и очень скучной, потому что я увидел, что я в этой молитвенной жизни не Бога ищу, а просто делаю то, что делал всегда. Вот надо за это помолиться, за это помолиться, за это помолиться. И второй раз за это, за это, за это. Третий раз за это, за это, за это. Десятый, за это, за это. На сотый раз тебе уже скучно молитва, уже ты все знаешь, все тебе изведано. А начать ходить, так как ты не ходил, порой не хватает смелости. Драгоценное, но нужно сделать этот шаг, да, и я сделал для себя новый шаг, когда начал искать Бога, в том числе в своей молитвенной жизни, как не делал раньше, ни вчера, ни третьего дня. Я так открыл для себя молитву созерцания, молитву тишины. Для меня как бы новая благодать, новые благословения пришли, когда я открыл новые просторы в молитвенной жизни и стал ходить этими новыми путями. Это не значит, что теперь все, до конца жизни я открыл то, что уже будет меня благословлять и мне ничего не нужно будет уже никогда нового. Я знаю, что и это время закончится, и нужно опять искать какие-то новые пути, опять искать какие-то новые маршруты. Не живи стереотипами, не живи какими-то изведанными, может быть, проверенными, но изведанными путями. Ищи то, что Бог приготовил лично для тебя. Странник порой шагает в неизведанное, для себя, там, где он никогда, никогда не был. Но в этом есть характер странника. Это страшно, но одновременно это и интересно. Это как Петр, который сделал шаг за борт лодки, он никогда еще не ходил по воде, но для него это что-то было новое. Точно так же и нас порой Бог призывает сделать шаг туда, где нам кажется, что наша нога-то не устоит, но в этом и проверяется наша вера Богу, когда мы идем за Ним. Я абсолютно убежден, что сегодня многое в служении церкви, оно настолько уже заезжено, что оно словно не удовлетворяет тем запросам духовным, которые существуют в обществе. И ни одного меня, у многих служителей возникает такое ощущение, что есть время сегодня большой трансформации вообще в жизни церкви, в литургии церкви, в служении церкви, чтобы мы не отвечали на те вопросы, которые нам уже давным-давно никто не задает, чтобы мы не варились вот в одном и том же, в одном и том же, не жили там проповедями там 19-18 века. Были прекрасные служители, которые говорили к своему поколению. Сегодня мы видим, поднимается новое поколение. И Бог желает, чтобы был голос и к этому поколению, к современной молодежи, который бы звучал не с интонациями 18 века, не так, как говорили в 19 веке. Нужно именно сегодня, потому что мы понимаем, да, суть Библии, она неизменна, суть евангельской вести неизменна, формы, методы могут меняться. И сегодня Бог, словно, открывает новые пути. Но так страшно шагнуть на эти новые пути церкви. Держит, традиционность держит, прошлое держит. Там, может быть, все как бы, ну, уже проверено, уже известно, да, и риска нет. Может быть, и такого особого уже интереса нет, и страсти было нет, но и риска нет. Зато все понятно, с чего начать и чем закончить, да. Вот. И делаем как бы по кругу, по кругу одно и то же, одно и то же. Ну, Бог призывает нас часто выйти и идти теми путями, которые мы никогда не ходили. Почему? Потому что мы странники, а не туристы. Это первое отличие. Второе отличие, очень важное, чем отличается турист от странника. Турист отдыхает во время путешествия. Странник живет путешествием. То есть, посмотрите, для, все-таки, для туриста путешествия это часть жизни. То есть, большую часть жизни он же не путешествует, он живет у себя в своем городе, ходит на работу, копит деньги, чтобы там один или два раза в году отправиться куда-то в теплые южные страны, ну, и лежать там на берегу, переворачиваясь, вот, и загорая. вот этим, да. Странник другой, для странника путешествия это жизнь, он не готовится, он живет самими этими путешествиями. Драгоценное. Вот в этом тоже есть огромная, огромная разница. Мы понимаем, что Бог ведет нас по этой земле, и мы можем ощущать Его руку, и апостол говорит, все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Но тут важно понимать, что странствия, духовный поиск должны быть не просто какой-то частичкой нашей жизни, это должно быть всей нашей жизни. Вот в отношении молитвы я вдруг увидел, что для меня молитва это какая-то часть моей жизни, да, вот я живу, 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 и тут помолиться решил, да, нужно что-то сказать, как-то либо встать, либо как-то руки сделать, вот как-то особенно обратиться к Господу, пообщаться с Ним, потом все, закончился, и опять живу обычной жизнью, до следующей молитвы. И меня всегда приводило в недоумение слова апостола Павла «непрестанно молитесь», потому что я отлично понимал, что это невозможно, невозможно все время совершать молитвенный ритуал, делать руки так или так, это просто нереально, склонять к колене, нет, невозможно так. Значит, наверное, апостол Павел что-то другое подразумевает под молитвой, не какой-то ритуал, который мы должны как можно чаще совершать в нашей жизни, может быть, это вообще никакой не ритуал, а некое состояние единения с Богом, в котором ты можешь находиться и на работе, и в транспорте, и, может быть, когда находишься за рулем и стоишь в пробке, ты можешь быть в этом молитвенном непрестанном состоянии. И когда я вдруг понял, что нельзя молитву загонять в резервацию ритуала какого-то молитвенного, нужно стремиться увидеть суть молитвы, которая больше любого ритуала и которая затрагивает прежде всего наш дух, когда твой дух соединяется с Духом и Святым, как пишет апостол, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И это уже не просто вот какое-то время, которое ты уделяешь Богу, да? Это охватывает всю твою жизнь. Апостол Павел, я хочу прочитать его послание к филиппийцам. И вот в первой главе послания к филиппийцам апостол обращается к верующим с такими словами, 20 стих, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью или то, или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Вы знаете, это не просто красивые слова, для меня жизнь Христос, но мы видим, читая биографию апостола Павла, читая книгу Деяния апостолов, где рассказывается о миссионерских путешествиях апостола Павла, мы видим, что в действительности он жил этим. Он не просто, вот у него была жизнь и были какие-то моменты со Христом, когда он общался, как сегодня у многих верующих. Его жизнь, вся его жизнь была Христос. То есть, для туриста путешествие это такое хобби, для странника это образ жизни. Турист ждет отпуска, странник, у него вся жизнь является путешествием, странник, он живет, а турист просто поехал отдохнуть, поехал, может быть, посмотреть на красоты, на природу, которую у себя в родном городе он увидеть не может. И поэтому турист, когда он веет за отведенное ему время, неделю, две, он старается как можно больше, больше всего увидеть. Странник, он наслаждается, наслаждается процессом, наслаждается. То есть, он в этом состоянии находится. Драгоценное точно так же наше отношение к Иисусу. Может быть, либо как у туриста приехал, что-то там пережил, насладился, отдохнул с Богом, побывал на воскресном богослужении и обратно домой полетел, возвращающийся в свои недельные будни, изо дня в день, изо дня в день. Это вот туристы, и, к сожалению, немало туристов, для которых даже посещение церкви или каких-то конференций, это вот некие путешествия из своей жизни вот куда-то в мир духовности. Для странника мир духовности, мир горнего, это его жизнь. Не случайно апостол Павел и говорит, что о горнем помышляйте, а не о земном. То есть, это иное отношение к жизни, это вообще иное восприятие. Когда для нас Христос, это не что-то заключенное в рамке похода в церковь. Для нас Христос, это вся наша жизнь. Мы им живем и движемся, и существуем. Это иной подход, иной подход к вере. И мы сегодня видим, как вот это так называемое туристическое христианство сегодня во многом является банкротом и даже в чем-то насмешкой. Люди этого мира смотрят на туристическое христианство и смеются, потому что они видят точно таких же людей, как они сами, которые ничем не отличаются. Просто вот если они все время сидят в своем дому, то эти как бы совершают туристические поездки в церковь, где они там послушают проповедь, споют несколько гимнов, помолятся за какие-то проблемы, за страну, всех благословлят и возвращаются обратно. Я не вижу, что это такие же люди, верующие такие же люди, как они, и они точно так же живут. И просто они иногда куда-то слетают, какие-то чудные какие-то места и опять возвращаются. Странник, он не летает в чудные места, он сам чудным является. Почему написано, что мы не от мира сего, не случайно посвящение себя Христу, делает тебя для большинства людей, живущих здесь, может быть, не всегда понятным, может быть, в чем-то странным, даже, может быть, посчитает тебя чудаковатым. Не случайно апостол говорит о юродстве проповеди, которую мы спасаем. То есть, часто для такого логического ума это странно, это непонятно, что значит живешь Христом, что это значит для меня жизни Христос. И интересно, что на этот вопрос апостол Павел продолжает отвечать здесь же в послании к филиппийцам, что такое жить Христом. Третья голова филиппийцам, седьмой стих, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую, да и все почитаю читую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И мы видим, Павел говорит, что для меня жизнь Христос это не просто красивые слова, он говорит, все, что для меня было преимуществом ради Христа я подсчетую. Почему? Потому что я хочу найтись в нем, чтобы познать Его. И вся жизнь является неким познанием. Точно так же, когда странник отправляется в путешествие, он же хочет что-то познать. Познать. В чем? В жизни познать. В жизни. Не просто посмотреть достопримежательности той стороны, а что-то узнать. Что-то узнать. То есть это не просто знание чисто информационное. Вот такая башня, надо сфотографироваться, вот там специальный красивый колизей, тоже нужно сфотографироваться рядом с колизеем. Тут вот какой-нибудь известный парламент, и тут надо сфотографироваться. И поэтому смотришь, вроде бы много информации, но она вся линейная. Она как будто вглубь не идет. Странник понимает, что для него путешествие это не просто узнать новую информацию. Сегодня в принципе благодаря современным средствам связи, благодаря интернету нам не нужно выходить из дома, чтобы посмотреть на все достопримечательности, на все чудеса света. Мы можем на больших экранах с хорошим качеством, без толпы потных туристов, которые тут бегают, можем видеть все на экране прямо не выходя из дома. И тем не менее все равно много людей совершают путешествия. Почему? Да потому что хочется не просто что-то увидеть своими глазами. Недаром знаменитые слова экзупери, самого главного словами не увидишь. Зорко одно лишь сердце. И люди хотят просто побыть, просто побыть, потому что есть то, что познается не через наши органы чувств, не через зрение, слух, то, что переживается нашей внутренностью, переживается нашей глубиной, переживается. Это намного больше, чем просто что-то увидеть. Я помню, когда мы как-то, у нас долгое время не было отпуска, и я помню, как мы наконец-то поехали с супругой, с детьми отдыхать. И поскольку мы давно не отдыхали, мы решили просто уж отдохнуть, так отдохнуть. И взяли четыре недели. Четыре недели. И мы взяли, что две недели мы будем в одном месте, а потом переезжаем, и две недели в другом месте. И вот мы прилетели, прекрасное место, солнце, океан, и мы находились две недели на одном месте, в одном месте. И потом мы должны были переезжать. И моя супруга сказала такие слова, она говорит, знаешь, я только-только начала это место ощущать, чувствовать внутри себя, а мы должны сразу уже переезжать в другое место. Я запомнил ее слова, мне ее слова очень сильно коснулось, потому что вот в этих словах как раз отображается самого главного глазами не увидишь. Нам иногда кажется, что нужно просто собрать информацию, сфотографироваться, как я сказал, с известными достопримечательностями, как вот есть такой образ японского или китайского туриста, который обязательно надо встать, на фоне какого-то памятника улыбнуться и тебя фотографирует. Ты с памятником, ты с дворцом, ты с башней, во всех ключевых местах как бы отметился стандартный совершенно фотографий, мало что показывающий, мало что раскрывающий, да, а вот почувствовать почувствовать атмосферу, почувствовать атмосферу места, где ты находишься, это уже не глазами и не ушами, это чем-то внутри тебя совершается. И вот драгоценное точно так же. Вы знаете, когда люди приходят в церковь, ведь у нас есть разум, у нас есть дух, сердце, и с точки зрения разума ведь можно за какое-то время постичь доктрины, на которых строится учение церкви, основные литургии, выучить основные гимны, песни, и, казалось бы, для ума ты в церковной жизни, в жизни своей христианской общины все понял, а что еще нужно? Что еще нужно? Ты уже все понял, ты уже все как бы всю информацию основную получил и через какое-то время, год, два, три, пять, некоторые десять, да, вот восполняется недостаток информации о церковной жизни, о христианстве, о библейских доктринах, да, о разных конфессиях, о истории церкви, я смотрю, как верующие некоторые начинают скучать, потому что если мы все узнали, да, ну вот побывал там где-то в Париже, посмотрел Эфильеву башню, Лувр, да, ну можно теперь в Лондон лететь, там еще Биг Бен надо посмотреть, Букингемский дворец надо посмотреть, Весминстерское аббатство надо посмотреть, то есть вот такие вещи нужно посмотреть, заскучал, да, вот и некоторые даже любят путешествовать по конфессиям, по церквам, потому что скучно, вот тут понятно, а вот там у них интересно, чем их учение отличается, и они вроде бы что-то познают, но познают чисто информативно, это знание, оно широкое может быть, но оно неглубокое, в действительности, в любой христианской конфессии, в любой христианской динаминации, мы можем познавать Бога больше и больше, как? Вглубь, постигая ее, а это возможно только, если ты осознаешь, что для тебя Христос это жизнь, это не просто несколько часов в воскресенье, это вся твоя жизнь, именно это отличает странника от туриста. И третье, что неизбежно вытекает из этого второго пункта, если, как я говорил, турист отдыхает, а странник живет путешествием, то третье, для туриста важен комфорт, а для странника самое главное это это состояние. Как я сказал, что поскольку турист отдыхает, то человек, когда выбирает турист, когда выбирает страну для отдыха, то что он, как правило, смотрит? Он смотрит на условия, да, как будет удобно, сколько звезд, за какую цену, сколько, сколько ночей, какой там, какой там климат, то есть он начинает ориентироваться прежде всего на условия, то есть как можно больше удобств купить за наименьшую цену, вот если как можно больше комфорта можно купить за наименьшие деньги, считается вот такое предложение, такое путешествие для туриста самое важное, самое главное, поэтому турист вроде бы едет туда, куда, где для него созданы хорошие условия, там и номер уже, и постельное белье, там и лежаки, и зонтики, все будут, однако часто турист берет такой чемодан, который намного больше по объему, чем у странника, да, который просто может быть с рюкзаком, почему, ну потому что для туриста важно не просто там отдохнуть, а удобно отдохнуть, что там были одежды и для вечера, если там нужно, и для там купания, странник, он понимает, чем больше он возьмет с собой вещей, тем труднее ему будет передвигаться, мы с супругой любим каждое лето совершать сплавы, вот не знаем, в это лето удастся или нет, вот из-за этой пандемии, но мы любим совершать сплавы по рекам, по нашим Уральским рекам совершать сплавы, и вот всегда, когда собираешь с собой рюкзаки на эти сплавы, то есть, с одной стороны, хочется как можно больше каких-то вещей взять для удобства, и подушечку, чтобы там в ночевках не просто там спать на вещах, на кофтах на своих, да, которые ты там находишь помягче, а как-то находить какие-то на подушке, чтобы тебе удобно было, и укрываться там как-то удобно одеялом, ну ты понимаешь, чем больше ты возьмешь для себя удобство, тем тебе труднее будет передвигаться, и твоя байдарка на сплаве, тем сильнее просядет, поэтому, конечно же, вещей берешь по минимуму, почему? Ты едешь туда не из-за комфорта, не из-за удобств, странник, он совершает свое путешествие из-за какого-то определенного состояния. Вы знаете, я вот в последнее время немало рассуждаю о стихах, которые апостол Павел написал в первом послании к Тимофею в шестой голове, я недавно на одной из проповедей это вспоминал, сейчас еще хочу вспомнить это место, да, вот, потому что, я считаю, очень важно, потому что, мне кажется, что современная церковь, к сожалению, упустила, во многом упустила то, о чем Павел здесь пишет Тимофею. И вот смотрите, 6 глава, 7 стих первого послания к Тимофею. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Это мышление странника. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, хотелось бы там еще много для комфорта, помимо, да, одежда, удобная одежда, суперудобная одежда, на все виды одежда, вот, но путешествовать с этим странником будет очень непросто. Поэтому, имея пропитание, одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться, набивать свои чемоданы как можно большим количеством вещей, да, или, как мы верующие называем, благословений. Вообще, знаете, что скажу, что вообще вот эти все учения о процветании, это учения не странников, это учения именно туристов. Так вот, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, терпении, кротости. Видите, если для туриста важно комфорт, удобство, для странника важно состояние, которое включает в себя веру, любовь, терпение, кротость. Ведь по-настоящему, да, как мы говорим, зорко одно лишь сердце. Важно там увидеть не великие достопримечательности, там, египетские пирамиды, там, сфинкса. Важно что-то ощутить, познать, пережить, чем внутри, внутри себя, да. Поэтому апостол Павел много говорит о жизни христианина, да, как о жизни странника. И даже когда вот, если он, помните, пишет про воинов, говорит, что будь добрым воином Иисуса Христа, и никакой воин не связывает себя делами житейскими, да, потому что для него цель не комфорт. Точно так же и странник, он не связывает себя житейскими делами. Странник ни к чему здесь не привязывается. Странник прежде всего несет что-то в себе. Видимые вещи меняются, пейзажи, пейзажи могут меняться, да, но вот это внутреннее познание, можно просто египетские пирамиды увидеть, да, а можно что-то пережить для себя, да, в любви, в вере, в терпении, в кротости, в правде. Это намного важнее, потому что это касается не просто информации, это не просто забиваешь свою голову новыми байтами информации, это словно развивает твою душу, это словно развивает твое сердце, словно твое сердце становится больше, да, у меня недавно была проповедь, можете посмотреть, да, о том, как важно, чтобы наше сердце росло, да, чтобы наш дух возрастал во Христе, во Христе Иисусе, поэтому для странника намного важнее состояние, для туриста же важен комфорт. И в конце я хочу прочитать из послания к евреям 11 главы, где апостол пишет о героях веры и пишет такие вещи, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Видите, люди веры всегда странники, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, и если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил и город. И вот видите, люди веры являются странниками и пришельцами. Почему? Потому что они понимают, что все, что они могут увидеть на земле, является неким отображением того дома, который для нас действительно является родным. Все наши здесь земные дома, даже если ты живешь в городе, в котором всю жизнь прожил, от рождения и до старости, но все равно это лишь отражение настоящего дома. Никогда здесь на земле мы не можем ощущать себя по-настоящему в своем доме, поэтому мы являемся странниками, поэтому мы являемся здесь пришельцами. и мы идем туда, в город художником и строителем, которого является Бог. А здесь, на этой земле, когда мы смотрим разные места, может быть, разные страны, разные континенты, мы хотим видеть лишь отражение, чтобы как можно больше, наблюдая за Божьим творением, которое он нам подарил, почувствовать внутри себя родной дом, который Творец приготовил для каждого из нас. И вы знаете, чтобы быть по-настоящему странником, не нужно иметь много денег. странник. Часто у туристов, да, там за больше комфорт нужно больше платить, да. Странник, он может за те деньги, которые туристы тратят на неделю отдыха, он может месяц, а то и не один существовать. Более того, вы знаете, у меня есть немало знакомых, которые, они практически никогда и не выезжали за границей, там, не только Россия, даже нашего Урала, но они являются настоящими путешественниками, которые путешествуют здесь по местности, и они не просто смотрят там какие-то известные, знаменитые места, а они переживают, они нечто познают, и это не просто география, это намного более глубже, они познают Творца через наблюдение путешествия по Его творению. И вот драгоценное точно так же, Бог нам дал это путешествие, мы пришли сюда, ничего не взяв, мы уйдем отсюда, ничего не забрав. И это наше земное путешествие. Мы можем потратить либо на суету, на накапливание какой-то информации в своих головах, на постоянное беготню, как вот сегодня огромное количество верующих, что-то в страхе, в суетливости, что-то пытается понять, что-то пытается разобраться. А можно понять, да, драгоценное, мы здесь всего лишь странненькие. И все это, все, что происходит, это лишь интересное путешествие, в которое нас поместил наш Господь. И цель этого земного путешествия только одно – почувствовать, пережить, познать нашего Бога и нашего Творца. Давайте помолимся. всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать. Я благодарю Тебя, Боже, за жизнь и жизнь вечную, дабыте Тебе вся слава, честь и хвала. Аминь. И сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы все могли послушать одну старинную песню, которую я очень люблю. Это старинная такая кантри-песня, которая называется «Странник». Моя дочь Кристина перевела эту песню, и я хочу, чтобы она ее исполнила, и чтобы каждый, кто будет ее слушать, вы почувствовали вот этот дух странника, дух настоящего ученика Иисуса Христа. Есть на земле предыдущий странник, он путешествует один, туда, где нет болезней, страданий, Небесный грамм Иерусалим. Идет Отца Скорей увидеть, ведь знает, ждет И вот давно Идет заводы Иордана Идет туда, где вечный дом Там на пути горечь разлуки, там ветром Он несет мечты, Но через мрак Идет он к свету, Где на полях Растут цветы Идет отца Скорей увидеть, Ведь знает, ждет И вот давно Идет заводы Иордана Идет туда, Где вечный дом Слава Господу! И, дорогие друзья, сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели ролик о способах, которыми вы можете поддержать нашу церковь в это время. Я напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы какая-то часть ваших пожертвований была направлена на помощь верующим, которые в это время переживают не простое финансово-экономическое время, вы должны об этом нам отдельно сообщить. Также я обращаюсь к верующим, если вы, у вас на домашних группах, может быть, в вашем служении, вы знаете тех, кто в нужде находится, может быть, ваше пожертвование сейчас будет лучше даже не в церковь направить, а помочь вашим братьям, которые сейчас нуждаются. Поэтому, драгоценные, будьте открыты. И я напоминаю вам, если кто-то из прихожан нашей церкви, новая жизнь города Екатеринбурга, сейчас в тяжелейшей экономической ситуации, вот телефон нашего социального отдела, обращайтесь к нам, звоните. Мы обязательно постараемся всем помочь нуждающимся. Мы не можем помочь всем нуждающимся Екатеринбурга, но хотя бы своим поверьем мы сделаем все, чтобы в это время, да, мы знаем, что и после этого карантина в многих сферах будут непростые, да, финансовые периоды. Мы постараемся помочь. Почему? Потому что мы семья. Итак, посмотрите ролик, как вы можете сейчас нас поддержать финансово. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. «Поддержать нас» на сайте церкви.